всем привет сегодня биг бейтовый обзор и на этом обзор у меня на катушку Pestefan Polyges что я могу сказать про эту эту катушку я сначала думал что это одно и то же хайба thunder но нет и смотрите как все неоднозначно первое катушки один в один по размерам шпуля но сама катушка больше вот и тяжелее то есть она там за 300 грамм она весит вот ощущается в руке больше но шпуля вместительности у них одинаковый вот что ее отличает от thunder а это наличие этого храпового механизма вот а во всем остальном катушки похожи и она сразу вместе тяжелее давайте пройдемся по контролам первая рукоятка рукоятка хорошая классная 100 или 105 наверное 100 по ощущениям то есть у меня прям ладонь залезает между кнопками значит настройка фрикциона с треском вот и по моему пластиковая здесь звезда установлена ну разумеется так все таки фрикциона нет осевик настраивается с треском но очень незначительно его не слышно ушами но чувствую за пальцами что есть вот некие переключения вот по шпуле я сказал что это аналог хайба thunder то есть 37 миллиметров диаметре и 32 в ширину что-то такое очень хорошая такая почти 300 шпуля ну то есть 280 если в процентном соотношении значится кнопка работает в обе стороны ну и как на катушках для вертикального морского джига есть вот такая кнопочка то есть нажали там лес отстравливается стравливается стравливается тогда нужной глубины достигли и отщелкнули ну собственно для этого вот это клавиша и существует наверное это где-то удобно значит боковинка снимается также как и на бушках и на хайбах поворотом выкручиванием винта и проворотом собственно корпус у нее металлический боковина пластиковая и весь механизм тоже пластиковый здесь значит у нас 8 магнитов стоит 5 миллиметров в диаметре сколько в толщину не знаю шпуль глубокая такая же как на тандере ну такой же глубины собственно все по контролам прошлись первое впечатление от катушки плавный ход классный вот и здоровый размер вот давайте ставить на удочку дотестировать а господи до рама у нее разрезная то есть лапка не целиковая разрезная мне кажется что четыре целиковая лапка на вот таких катушках все таки имеет значение лучше взять целиковой лапкой ну то состоянии лучше делать целиковую лапку если это возможно данном случае возможно было бы сделать целиковую лапку но зачем-то сделали И ее раздельность Что здесь вес экономит при весят 330 граммов Ну, короче, в общем, сделано как сделано Давайте тестировать Смонтировал я катушку на Удивящийся Саважгир СГ-2 259 длина 110-220 тест Не сказал, что здесь намотан шнурочек Это восьмижилочка И причем такая тоненькая, типа что-то вроде трешки Наверное, ну, это не моя катушка Вот владелец намотал Женя его зовут К содержанию, передайте спасибо за то, что он нам катушку дал На обзор Вот, значит, наверное По совету падаловцев он здесь трешку мотнул Вот, даже на четверку не похоже Типа трешечка Вот Может быть, конечно, для джига Предполагалось использовать, но Мне кажется, для джига это прям Перебор, ну и я про передачу не сказал Это 5,9 к 1 В принципе, это Такой разумный Ну, точнее, сбалансированная передача То есть, в принципе, и для того, и для сего Должна подойти Так, первый тест у нас Это будет заброс и проводка Вот этой штуки Это бульдог Весом, что-то порядка 200 грамм Вот, ничего большее, тяжелее у меня нет И на более тяжелой приманке Я принципиально рыбачить не собираюсь Я не спортсмен А, так, по тормозам Давайте я Подожму осевичок Чуть-чуть подожму осевичок И, так как катушка мне неизвестная Я сразу магниты на максимум выставлю Потому что отстреливать бульдоги Которые даже вот такие Достаточно стоят дорого Ну и заброс Ну, так же, как и везде улетело Наверное, можно там Чутка этих тормозов Магнитных убрать И давайте равномерка Ну, и есть, конечно, усилия на проводке Такой приманки Напомню, да, что приманка упористая Вот Значит, равномеркой тащить можно Вот Равномеркой тащить можно Вполне Вот Но усилия, разумеется, есть То есть, для равномерных проводок Вот таких штук Надо, конечно, передатку Типа в районе пятерки Ну, с таким диаметром шпули Вот Ну, в общем, нормально Вот Ловить можно Разумеется, там К концу дня вы устанете Но вполне То есть, каких-то Экстренно ничего нет Экстренно Там, менять рукоятку Или что-то еще не стоит Вот Напрягов никаких у катушки нет То есть Тихонько Плавненько Под нагрузкой работает Ну, слышно, конечно, шнур жужжит Вот Но механизм катушки вполне справляется Вот Напомню, приманка Бульдог Очень упористая Если кто не пробовал Попробуйте Конечно, есть более упористые приманки Ну, а бульдог, скажем так Это Достаточный тест Ну, давайте опробуем рывками Так Давайте опробуем рывками Так Фрикцион Забыл затянуть Так Ну Нормально Нормально Конечно, для рывковой проводки Хотелось бы чуть побыстрее передачу Вот Чтобы пустоту выматывать Но Нормально Давайте попробуем порезче Слушайте, и вот на таких вот мощных ударных нагрузках Никаких проблем Катушка прям мертво стоит Мощности хватает Запас Очень хороший Ну, давайте следующим тестом Следующий тест у нас будет на удобство анимации бастера Подобного глайдера Это Бомбер Херки Джерки Пусть будет так Пусть будет такая транскрипция в моем исполнении Ну что, не меняем настроек Где-то восьмерочка На этих На магнитах И чутка поджатая сейф В принципе, нормально Добро забросилось Вот У меня тут даже ветер Такой Под 45 в лицо Вообще проблем нет Значит, первое Рывками пробуем Так Слушайте, а тут что-то какое-то ощущение Все-таки на рыбочках есть Катушка немножко гуляет Вроде везде все затянуто Так, еще раз На, слушайте, вот на частых рывках чувствуется, что что-то немножко Немножко в катушке где-то что-то гуляет Вот, не критично, конечно, но ощущение такое есть Не знаю Вроде вот Пробую Ну, а, вот оно что Это все-таки она в катушке держателя гуляет Блин, Саваж Гир Идите вы со своими катушкой-держателями Блин, какую катушку не зажми Все болтаются Ну, блин, Саваж Гир, уроды Значит, нормально все Дело не в катушке Дело в Саваж Гире Короче, нормально Рывками анимировать удобно Скорость в подмотке оптимальная Ну, для Ну, разумеется, для вот этой прямой Давайте опробуем катушечную технику Напомню, при катушечной технике У нас надо ставить удилище под 90 градусов в клеске Во! Во! Отлично! На, все-таки при катушечной технике Плавность хода катушки самой Имеет большое значение Слушайте, прям вообще супер Не знаю, попробую показать Если что-то, конечно, будет видно на камере Вот Катушка прямо отлично анимирует Это важно Так Ах, Господи, как бы вам это все показать Чтобы хоть что-то видно было-то В общем, один рывок Даже можно помедленнее, наверное Даже можно помедленнее То есть Не, помедленнее не заводит Чуть побыстрее Ну да, вот В принципе, в таком стиле За один рывок Она вот этого Бастероподобного Бастероподобного глайдера заводит Так Ну я вот сейчас смотрю Не на удилище, а На приманку Я вижу, что, да Стороны в сторону Отлично ходят Да Ну где-то, разумеется Там, как и все глайдеры Он в трех метрах Ну или почти все глайдеры Он в трех метрах от удилища Уже начинает Ну, уже перестает играть Ну, вот из стороны в сторону Именно Ну что, что, давайте следующему тесту Так, ну следующий тест Это Работа с приманкой Весом около 30 грамм Ну, то есть Типичная ситуация У вас там не клюет на бигбейты Можно ли этой же снастью Забрасывать Ну, и проводить нормально Кунцовые приманки Ну, типа ваш 130-ничек Любимый Товиченговый Так, ну что На тех же настройках Бросаем Ну, на 30-ку летит Можно, наверное, тормоза еще разжать Но смысла не вижу Типа, дальше 30 метров Я воблер обычно не бросаю Да, без проблем Вполне удобно Вполне комфортно Да, тормоза можно спокойно расслаблять Нормальный легкий заброс То есть Не левит Ничего Никуда Никаких проблем Ну, то есть Если вы попали в ситуацию Что у вас на бигбейты Не клюет Вы можете Ну Не меняя катушку На свои Сто тридцатые Миношки Перейти Спокойно Давайте к выводам Так, ну Катушка мне понравилась У нее плавный мягкий ход Она справляется Со всеми задачами Которые я лично возлагаю На бигбейты Может быть Конечно Там 300 граммовики Я не пробовал ей кидать И не буду этого делать Вот И вам не рекомендую Там типа До 200 грамм Вполне Любая Рывковая анимация Любая равномерная анимация Отличная передатка 5,9 Ну типа Катушка прям на уровне Вот То есть это Китаец Который Скажем так Смог Вот Единственное Что я бы Ну типа Хотелось бы сравнить Ее с Хайба Веномом Вот Но Венома у меня пока нет Надеюсь Получится раздобыть Вот Единственный момент Который я бы еще Хотел отметить Я бы хотел отметить Вот что Вот эта катушка Она Меньше весит Чуть-чуть Ну Все-таки Она полегче Она компактнее Она удобнее А Лиджис По Эргономике Все-таки Он такой Прям Конь Вот И Если вам Предстоит Долгая рыбалка Если у вас Не свимбейты Ой Если у вас Не бульдоги То Наверное Вот В выборе Между вот этими Двумя катушками Я взял вот эту Почему я их сравниваю Потому что у них Абсолютно Идентичного размера Шпули Вот Я же не ошибаюсь Я не ошибаюсь Да У них одинаковая Лисоемкость Они стоят Плюс-минус Одинаково Ну Хайба Наверное Чуть-чуть подешевле Вот В выборе Между вот этими Двумя Я бы Наверное Взял вот эту Вот Но скажем так Если нужны Бульдоги Нужен полный Спектр Ловли Бигбейтами То Наличие храпового механизма В специфане Все-таки Важнее Ну скажем так У Хайба Есть свои преимущества В виде там В виде того Что можно купить Практически любые запчасти Там И они стоят копейки Не знаю как С специфаном Вот Я не сталкивался По крайней мере Вот Ну и как бы Хайба можно в России купить А Песцефан нет Ну вот Значит все-таки Вернемся к Песцефану Ну все-таки Песцефан Однозначно Лайк ему Однозначно Рекомендован к покупке Учитывая как бы Его цену Все с ним Хорошо Вот То есть дальше Смотрите Что вам важнее Компактности Удобства Или там Большая надежность На сильных Рывковых анимациях Вот Ну Однозначно Никаких претензий У меня Вот к этой катушке Вообще нет Ну то есть все Супер Лайк Однозначно Лайк 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 Лайк